В этот день 19 декабря родились Александр Голицын, министр духовных дел и просвещения России, времен императора Александра I. Сергей Волконский, герой войны 1912 года, декабрист. Сергей Григорьевич происходил из знатного рода, дальние ветви Рюриковичей. Отец его, Григорий Семенович, был соратником Потемкина и Суворова. Сергей стал продуктом жестокого века наполеоновских войн. Юный принял боевое крещение, отчаянно бился с французами в год нашествия их на Россию. Волконский возглавил один из летучих партизанских отрядов. Про него говорили, что как-то за несколько дней он пленил одного генерала, 17 штаб и обер-офицеров и около 700 или 800 нижних чинов. Портреты Волконского до сих пор украшают галерею героев войны 1812 года в Зимнем дворце. Однако после этой эпохи сражений Волконский довольно быстро сошелся с будущими декабристами из круга Павла Пестеля. Как и все они, он стал ярым противником крепостного права. Когда переворот декабристов провалился, Сергея Григорьевича отправили на каторгу в Сибири. Именно его жена Мария Николаевна одной из первых поехала за мужем, заложив своеобразное движение жен декабристов. Через 10 лет Волконскому дали свободу, но свою старость этот сложный человек провел в Сибири. Манифест 1861 года об освобождении крестьян он встречал со слезами счастья на глазах. То, за что он готов был сражаться, было дано мирно и добровольно. Также 19 декабря родились Дмитрий Огренев-Славянский, хоровой дирижер, он сделал популярными в Европе русские песни. Николай Лейкин, русский писатель и издатель. Лейкин был выходцем из купеческого сословия, да и сам был успешным коммерсантом, держал лавку в гостином на дворе. Неудивительно, что темой для своих юморесок он выбрал как раз хорошо знакомые нравы петербургских буржуа. В 20 лет Николай Александрович начал писать небольшие рассказы в столичных литературных журналах. Его публиковали «Русский мир», «Искра», «Библиотека для чтения», а потом он начал работать на петербургскую газету. Писал для нее очерки со сценами купеческого и мещанского быта. Простоватые и смешные рассказы Лейкина пользовались успехом у широкой публики. Особенно веселили наших за границей. В нем рассказывалось о путешествии купеческой пары по Европе. Книгу переиздавали 27 раз. У Николая Александровича был и собственный журнал «Осколки», куда привлек и молодого Чехова. Именно с подачи Лейкина Антон Павлович начинал с коротких юмористических рассказов, чем и прославился. Но потом разочаровался в издателе, отправился к более независимой жизни и более серьезной литературе. А про Лейкина отзывался так. Добродушный и безвредный человек. Но буржуа до мозга костей. В итоге популярность Лейкина умерла вместе с императорской Россией. В Советском Союзе его юмористические рассказы, некогда невероятно популярные, больше не переиздавали. В этот день, 19 декабря, погиб Витус Беринг, датско-российский мореплаватель, один из исследователей пути между Россией и Америкой. Его могила находится на острове, названном его же именем. 19 декабря 1866 года было учреждено Русское телеграфное агентство. Первое информационное агентство в российской истории. 19 декабря 1977 года испытан скафандр «Орлан-Д» для работы в открытом космосе. 19 декабря 1991 года вручен последний в истории Орден Красной Звезды. СССР начинал с уничтожения всех орденов и наград царской России. Но постепенно, к началу 30-х, начал вводить и собственные знаки отличия. Появлялись новые звания, возникли и новые ордена, медали. Вслед за Орденом Красного Знамени, Трудового Красного Знамени и Орденом Ленина, ввели и чисто военный орден Красной Звезды. Получали награду и отдельные солдаты и моряки, и целые корабли и подразделения. За военные заслуги и дело в защите Родины. За проявленное личное мужество и отвагу. Позже Красную Звезду вручали еще и за выслугу лет в Красной Армии. Первым награжденным в апреле 1930 года стал командующий Дальневосточной Армии Василий Блюхер, первый кавалер Ордена Красного Знамени и будущий маршал Советского Союза. Во время Великой Отечественной войны к Ордену Красной Звезды было представлено около трех миллионов человек, в том числе и иностранных граждан. Он стал одной из самых массовых наград. Орден Красной Звезды прекратил существование вместе с Советским Союзом. В декабре 1991 года наградили последнюю группу людей, среди которых был мичман Виктор Разумович и капитан Константин Чепуркин. Они стали последними кавалерами Ордена Красной Звезды. Таким был этот день 19 декабря.